Руслан Губайдулин 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 Либо мы старую нефективную котельную закрываем, не ремонтируем эти километровые теплотрассы, а строим котельную рядышком, блочной, напрямую с максимальным КПД. Конечно. Либо это крупная реконструкция, как в Любвейне. Сейчас строится большая котельная на 60 миллионов рублей. А что вообще выгоднее получается? Большая котельная, которая отапливает треть города, или маленькая на несколько домов? Все считается. Нет такого рецепта. Если бы что-то было выгодно, то других бы не существовало. Это все считается, значит, делается проект, и из этого делается определенный вывод. На что тратит редкие свободные минуты Руслан Губайдулин, заместитель главы администрации области по вопросам ЖКХ, узнаем из короткого блиц опроса. Я очень люблю приключения, путешествия, Жюль Верн, Майн Рид. Мне нравится Тарантино, очень нравится Мел Гибсон как режиссер. Очень люблю то, на чем я вырос, когда был в школе. Это нирвана, сразу спринт, либо горные лыжи, либо хоккей, либо автоспорт. Люди говорят, что вы пытаетесь воспитать вот таких осознанных пользователей жилищно-коммунального хозяйства, а начинаешь, что называется, самодель ногтей. То есть у нас действует какая-то игра для детей, и вы идете вот с такими образовательными программами в ВУЗы. Что это за история? Ну мы как бы, да, здесь поколение уже старшее, к нему нет претензий. Есть претензия опять же к нам. То есть мы должны исправляться и наши дети. У нас проблемы с энергиозбережением, с количеством потребляемого ресурса. Когда открыты дома, форточки мы открываем, ну это же никто в Европе там с ума сойдет от того, что видит, что так происходит. В Англии отключают звонок, когда уходят с квартиры. Звонок тоже, даже не рабочий звонок, он чуть-чуть потребляет электричество. Ну это уже какой-то... Нет, ну... На наш российский взгляд это уже прям совсем... Ну смотрите, допустим, заряд посудного телефона, который вот он там в розетку, если вы вообще не пользуетесь, только на нагрев шнура, за год потребит 100 рублей у вас. Это много или немного? Когда просто не вынули. Просто не вынули. Соответственно, все пилоты, все телевизоры. Все они, они же греются. Электричество уходит. Вот и все, пожалуйста. Стендбай режим, который пожалуйста употребляй. То есть надо все вырубать. Да. Но пока у нас слишком дешево, мы не привыкли. Мы живем на широкую ногу. За что и платим. Кто бы на ней ругал, там нашу коммуналку, все на свете, мы к этому придем. Ну, жили мы в такой стране с командой «Сатяна экономика», где было очень дешевое. У нас сейчас очень дешевый ресурс. Не, ну как, оно дешевого никогда не было? Просто раньше за это платило государство, а теперь… Очень дешевый ресурс. И до сих пор у нас и газ самый дешевый, и электричество дешевое. Так-то да. По всем крупным вузам я проеду и прочитаю лекцию про энергоэффективность, энергосбережение. Где я хочу рассказать нашему поколению, как раз 17-20 лет, о том, как надо жить, что происходит. Я приглашаю всех вас. Мы уже разговариваем со всеми СМИ, что они все будут максимально освещать. Мы там анкетирование будем проводить. Я хочу себя попробовать в этом плане, потому что это не только вопрос о энергосбережении, а вообще выходе власти как бы к людям. Энергосбережение в рамках одной отдельно взятой квартиры – это утеплить все, что можно, сделать максимально там… Поставить счетчики, чтобы не было текущих кранов. Да, поставить счетчики, поставить везде вентили, там, регуляторы какие-то, да, чтобы можно было прибрать их. Ну, в рамках дома – это прочистить трубы, сделать капитальный ремонт, поставить тепловые пункты, отрегулировать систему. Тепловой пункт? Автоматизированный тепловой пункт, который в зависимости от температуры воздуха наружного. Ой, вот это, да, какая была полезная вещь. Да, полезная вещь, но никто не устраивает. Потому что дома, которые ставим, потом придется ее отключать, потому что люди начинают мерзнуть. Потому что плюс 18, мы не привыкли. Причем, кто бы то ни говорил, что у нас человек другой, мы когда переводим со старых котельных дома на индивидуальные источники тепла, когда газ заводим в каждую квартиру, человек может тебе говорить, вот мы заезжали, женщина одна, значит, заходишь, но дома холодно, как же так выходит? Она ходит уже в свитере, нормально, зато 700 рублей. Внутри приедут, я дам 16 градусов до 23, уедут, сразу выключу. А если бы у нее было там 18 градусов, приобычный, она бы замучила всех, и мэра города, и жилищный успех, всех на свете. Вот и все. Мотивация должна быть. Этим просто надо заниматься. Так, а тарифы вы говорите, в стране у нас совершенно независимые. Нет, ну если вы сравните с странами другими, то есть, мы тут не влилили. Страны-то другие у нас покупают, у них должны быть дороже. Газ у нас дешевле, электричество тоже, по некоторым моментам, дешевле, поэтому... Не дороже, чем соседи. Не дороже. Проблема ЖКХ не в соц. норме, не в УДНах, не в Тарифах, не в капремонте, как сейчас говорят. Не только в них, скажем так. Не в этом, потому что, видите, мы через средства массовой информации, через других тем не знаем и не хотим говорить, потому что сложно. А ЖКХ – это дядя Ваня на первом этаже кинул бычок в палисадник, где тетя Маша с первого этажа рассаживает цветы. Что такое детская площадка, как выгуливать собак, как за ними убирать, как сделать правильный ремонт там, как нам собрать собрание, как должна работать внутри. Скажи, сколько очень много проблем и интересных. О них не говорим, потому что здесь надо разбираться, тут надо прилагать усилия. То есть все претензии нужно начинать с себя. А я все сделал, прежде чем идти жаловаться? Правильно. А когда мы не видим, кто виноват, всегда виноват мэр, губернатор, президент. Ладно, давайте будем надеяться на то, что рано или поздно все-таки Липецкое Лепчение проявит часа с осознательностью. И с нашей, и с вашей, благодаря вашей работе, благодаря нашей помощи, все мы станем осознательными горожанами, сознательными собственниками жилья, полюбим свой город и будем стараться сделать, поддерживать порядок не только в масштабах квартиры, но и в масштабах, вот, как сказать, на расстоянии взгляда. Спасибо, что пришли и рассказали о своей работе. Мы говорили с заместителем главы администрации Липецкой области Русланом Губай-Дулиным. Это была программа «Люди говорят».